фасад дома выглядит потрясающе но здесь как будто бы смешалось прям несколько эпох и уверены за нами сейчас тоже наблюдают я считаю у локации этой да у невского района левого берега еще больше перспектив но сейчас скажу крамольную вещь я хотел бы ее подчеркнуть и как никогда хочется плотной застройки добрый день друзья вы на канале правильный выбор летом мы снимали обзор о новостройках левобережье выпуск получился очень длительным и содержательным и поэтому мы подготовили короткую нарезку дайджест это самые важные моменты выпуска ну что смотрите оценивайте и комментируйте левобережье строилась и проектировалась как промышленный район здесь исторически сложившаяся мануфактурная застройка кстати по сей день в этом месте много действующих заводов для детей работников которых в свое время строились в достатке и школы и детские сады и прочие социальные объекты но во всем по порядку нам нужно отправляться к местам с наших съемок мануфактурная застройка прокомп senators кого зак Максим, мы сейчас находимся на девятнадцатом этаже нашего первого жилого комплекса, то есть нашего первого героя. Жилой комплекс называется «Дом на набережной» от строительной компании RBI. Как вам вид, как вам дом? Вы знаете, первое ощущение, вот я вышел на балкон, я вообще высоты боюсь, и к перилам не очень хочу подходить, близко. Фасад дома выглядит потрясающий. Потрясающий, но всю картину портят. Не то, что портят прям сильно, но тем не менее, я вот увидел сейчас разрушенные дома, стоящие рядом. То есть вот буквально вот метрах, наверное, в тридцати от дома какие-то неорганизованные стоянки. Уже давным-давно нежилой дом. Рядом жилой дом, в котором я вижу цветники, огород, и там, видимо, живут люди. Да, совершенно верно. Здесь вообще сам район, он очень контрастный. Здесь как будто бы смешалось прям несколько эпох, эпох по строительству, начиная от начала 20 века и заканчивая вот такими вот современными домами комфорт-класса, бизнес-класса и так далее. Вот эти холлы, на которые я обратил внимание, когда только что зашел в комплекс. То есть мне показалось, что они чем-то напоминают какую-то гостиницу. Если вот так посчитать, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять квартир. Многовато. Многовато, только потому, что мы в первом подъезде. Это единственная секция, где застройщиком было споректировано со студиями. То есть в остальных подъездах в основном-то семейные квартиры, все-таки однушки-двушки. Ну, как вам холл? Хотелось бы просторнее, но все в едином стиле. Цвет дверей, цвет фасада. Аккуратно, со вкусом. Обратите внимание, что на этаже, что здесь, в основном светлая тона, то есть все в белом, да, и чисто. Ну, видно, что управляющая компания убирает, а жильцы не мусорят, что приятно. Везде бы так. Ну, а так в целом достаточно на уровне. Шторы даже висят. Да? Интересно. Уютно. Уже здесь уютно. Ман, вопрос свой я хочу задать, который родился у меня по ходу. Вот мы были с вами во многих комплексах, где охрана была только номинальной. То есть периметр, забор, домофон и зашел. Здесь есть охрана. Да. И мы выходили и заходили сюда, мы связывались с охраной, были в периметре. И вот меня это немножко так вот приятно удивит. Ну, конечно. Честно скажу. Будьте уверены, за нами сейчас тоже наблюдают. Пойдемте площадку посмотрим. Да. Ну, сразу, да, обращаем внимание, что даже лежачие полицейские есть. Потому что во двор заехать можно, да, на разгрузку, на подгрузку. Но в основном территория сама дворадно закрыта. Ну, у меня возникает один вопрос. Я когда смотрел на эту площадку сверху, мне показалось, что, ну, 19-этажное здание, да? Так. Квартира, я так понимаю, сколько здесь в этом комплексе? Порядка 700, по-моему. Вот представляете, если даже пускай треть семейных, если все эти жители выйдут гулять, мне кажется, площадка не сильно больших размеров. Не сильно больших. Совершенно верно. Но при этом она максимально уютная. Посмотрите на озеленение, посмотрите, опять же, на качество исполнения самих площадок, да? Ну, мы же не только здесь гуляем. У нас еще вот небольшой сквер есть прямо за периметром, в котором можно выйти прямо в выход из комплекса, он сразу в сквер. И другие места также можно посетить. Но она никуда не посетит, да? Вы знаете, вопрос напрашивается сам собой. Мы были в Приморском квартале, недавно снимали, и вы говорили про навесы. Да. Которых и здесь тоже не хватает. Ну, да. Я так понимаю, с местом не очень, рядом, через забор, насколько я понимаю, детский садик. Ну, он прямо в доме находится, вот первые два этажа, вот такие, то есть секции, которые... Вот они, навесы в детском садике. Хотите навесы, идите в детский сад. Да. Кстати говоря, что здесь с парковочными местами? А вот с парковочными местами тут особо-то хвалить не за что. Ну, с другой стороны, можно и понять. У нас один дом, да, высокий дом. Под нами, точнее, под площадкой находится подземный паркинг. Насколько я помню, на 70 машин и мест. Всего на 70. Хотя дом комфорт-класса. И, скорее всего, в больших квартирах, в больших семьях, ни одна машина. И за домом еще есть гостевая парковка, куда просто так не заедешь, что она, опять же, с контролем доступа. Мест явно не хватает. Дань моды к тому времени. Труженики на заводе. Ну, то есть это, опять же, дом, который построен на месте завода. И, соответственно, застройщик здесь оставил несколько пятен таких вот. Несколько напоминаний о том, что здесь когда-то был завод. Вот, например, вот эти вот часы, они непосредственно находились в цеху внутри. Напоминаю о том, что рабочая смена когда-то начнется и когда-то закончится. Да. И можно, наконец, после рабочей смены прийти и отдохнуть. Да, совершенно верно. Исходить вот в эти вот замечательные заведения, которых в районе я не сильно много видел, кстати сказать. Пока, да. Я вот вижу, что парковка уже забита. Это при том, что, я так понимаю, около 50% заселенных дома. Ну, со слов жильцов, примерно так, что он уже сдан. И живет, скажем так, дом уже несколько лет, а еще не все жильцы заехали. Ну, это опять же... Ну, если я приеду там в позднее время, то места может не хватить. Сто процентов. Максим, тут сейчас небольшая набережная, такой, скажем так, скверик, которая частично была, которая частично облагородил застройщик непосредственно дома на набережной. Как вам внешне? Вот то, что мне больше всего нравится. Никакой вот, ну, немножко вот есть выделена брусчаткой часть, которая окантовку только создает. Вот то, что меня обычно радует, это практически естественный ландшафт. Во всяком случае, застройщик постарался его нам таким преподнести. Вот, хотелось бы, чтобы вот по этой набережной, вот мы шли-шли-шли, там час-два и дошли до центра города. Но я так понимаю, она короткая. Да, конечно, короткая. Тем более, центр города в другой стороне. Ну, пока вот, если днем прогуляться, даже вот с ребенком, я так понимаю, можно спуститься к набережной. Да, мы лесенку прошли уже. Начинали наши съемки, мы как раз стояли, и даже вот ноги можно помочить или уток покормить. Да, да, совершенно верно. И мне очень нравится вид, мне кажется, здесь вот прям место для йоги, место для просто созерцания, потому что Невата совершенно другая, как в центре города, да, вы обращаете на это внимание. Не гранитная, да, просто каменная, а уже более живая, ну, плюс при этом жилой массив. Ну, вот, вот этот второй герой, который был виден с высоты 19 этажа, это эталон... На Неве. На Неве, вот. Расскажите в двух словах нашим зрителям об этом комплексе. Просто так, справочно. Когда построится, там, для кого строится, примерные цены, ну, то есть все, как говорится, по порядку. Ну, смотрите, что касается эталон на Неве, это тоже бывшая промка, это тоже редевелопмент. Кацкая фабрика была на этом месте. Соответственно, дом и комфорт, и бизнес-класс одновременно. Тоже будет много квартир видовых на Неву. Так, я понимаю, видовые квартиры достанутся здесь точно не всем, потому что мы сейчас находимся во внутренней части, в части стройки. И если мы представим себе тех жильцов, которые будут смотреть вот из этих окон на окно соседнего здания, я так понимаю, там тоже какой-то завод, да, действует? Вот это да. То сырови, да, получается? Да, к сожалению. Но, опять же, сама локация максимально близкая к центру. И это, кратко, та мысль, которую я еще хотел продолжить у дома на набережной, что в будущем, я считаю, у локации этой, да, у Невского района, левого берега, еще больше перспектив, чем когда мы снимали на лесной. То есть здесь до центра, по сути, рукой подать, действительно, можно даже пешком дойти. Ну, там, до той же площади Александра Невского, одна станция метро. Здесь находится детский садик, я так понимаю. Детский садик во дворе. Да. Во дворе колодца. Продолжаем. Ну, практически, да. Да, и вот такой вот для тех, кто шум не сильно любит и не сильно ценит, это приятный сюрприз. К сожалению, да, но с другой стороны, семьи с маленькими детьми, опять же... К этому можно привыкнуть. Да. Это мой шум моего детского садика на моей придомовой территории. Да, да. Ну что, Роман, расскажите об этой части. Видим, что вход, я так понимаю... Въезд в подземный парк. Подземелье. Подземный парк. Здесь уже сам масштаб проекта больше, да, чем дом на набережной. И, соответственно, машиномест тут, естественно, будет больше. И соотношение, в принципе, не идеальное, но при этом уже намного лучше. Ну, как вам по цифрам? Чуть меньше 850 квартир в самом жилом комплексе, при этом машиномест около 500, именно в подземном паркинге. У меня вопросов к этому соотношению нет. Ну, вот опять же, сама форма дома, она... Я, опять же, читал комментарии, многим, на самом деле, не нравится, потому что вот это здание остается. Пятно, которое осталось под застройку, оно такое немножко причудливое, дурацкой формы. И, опять же, они постарались использовать землю под строительство по максимуму. Что здесь с образовательными учреждениями? Что здесь со школами? Если мы говорим о пешей доступности, то есть попадет ли мой ребенок... Вот если я живу в аталоне на Неве, либо живу в доме на набережной, попадет ли мой ребенок в ближайшую школу? Если вы живете здесь, то да, скорее всего, попадет. И попадет, скорее всего, без проблем, потому что школ именно старых на левом береге Невы в этом районе достаточно много. То есть они здесь были всегда, это не новые школы. С детскими садами примерно такая же ситуация, но тут, опять же, есть момент именно по старому окружению. То есть я могу своего ребенка, условно говоря, отправить пешком до близлежащей школы, он спокойно пройдет, без затруднений, дойдет до школы и не попадет в неприятную историю? Да, ну, в пешей доступности отсюда я знаю, как минимум, две школы. Одна вот по пути к метро, вторая чуть дальше, ну, еще дальше тоже, соответственно, тоже есть объект. Пока получается этих жилых комплексов немного, нагрузка на те объекты будет небольшая. Социалки хватает? Да, ну, и плюс, видите, они немножко тоже свои подтягивают. Ну, два детских сада, спасибо, что построили. Ну, вот этот шумный проспект Абуховской обороны. Я вас не слышу. Но шумит все-таки стройка, но и делают дорогу, добавляют. Но сам проспект шумный. Да, достаточно шумный, конечно, я всегда был. И трамвайные пути, опять же, этому помогают, да, в кавычках. Это одна из главных трасс по выезду из юго-востока города, непосредственно, в центр. То есть здесь так всегда. Вот смотрите, рядом с комплексом опять какое-то либо административное, либо действующее предприятие. Да. То есть что здесь находится, интересно? Ну, это действующий завод, картон-толь. То есть картон-толь? Да. Соответственно, здесь действительно на протяжении всего времени делают... А, вот написано. То есть здесь производят, я так понимаю, картон? Да. И посмотрите, год основания. Тут он был всегда. Но это же мы не только про... На минуточку представим себе. Это же не самое полезное, я так понимаю, производство. Так здесь в том-то и дело, что их много. И на нем не останавливаются. Если мы откроем карту, например, и посчитаем фабрики, то вот от Елизаровской станции метро до Ломоносовской мы, наверное, производство 6 увидим. Люди покупают здесь квартиры, опять же, тоже не просто так. Они понимают, что если хотят чистую экологию, то это скорее комплекс на своей территории. Это уже новое строительство там, по сути, уже практически в пригороде. Это, я так понимаю, более-менее однородный социальный слой. Вы это имеете в виду еще? И социальный слой, и, соответственно, экологию. Здесь у нас центр близко, если там эта работа связана с центром города, тоже все близко. Тут уже нужно расставлять приоритет. Места, квартиры здесь пустовать не будут, как вы понимаете. На минуточку задуматься. То есть здесь до центра города, я говорил вам о получасе езды. Да. То есть полчаса езды. Да, вот как раз такой контраст. Да, я думаю, что даже на самом деле меньше полчаса это с лихвой. Потому что у Елизаровска следующая станция тоже центральная. Площадь центра Невского. Здесь уже заканчивается как раз таки Невский проспект. Если мы на карту обратим внимание пешком, как раз таки полчаса бы дошел. Я сейчас скажу крамольную вещь. Я хотел бы ее подчеркнуть. Мне как никогда хочется плотной застройки новыми зданиями в этом районе. Почему? Потому что, чтобы разрядить ту атмосферу вот этих вот, ну... Я сейчас вам кое-что покажу. Нам вот стоит буквально перейти через дорогу. Тоже, на самом деле, если мы уже заговорили про старый фонд, уникальное место, о котором не знают даже многие жители самого Санкт-Петербурга. Максим, мы сейчас находимся, по сути, в уникальном месте, который называется Пальевский жилмассив. В чем, собственно, его уникальность? Представьте себе, 25-27-е годы, советская эпоха. И это, по сути, первый такой знаковый проект, где реализовалась комфортная городская среда. То есть здесь, по сути, дом-парк, где 19 всего домов, при этом 6 из них трехэтажные. И представьте себе, что все остальные, вот это мы не по правой руке, двухэтажные. Просто так вот в этих домах квартиру не купить, даже просто унитазно не найти. Если бы это сейчас перенести в нашу эпоху, и вот тот бизнес-класс и облагородить, настроить заборов. Да, настроить заборов. Вот они, кстати говоря. Но это вот именно закрытая территория вот этого массива. Там тоже забор стоит. А вот здесь вот у нас и легкий доступ к траве, к кустам и так далее. Чаша фонтана. Чаша фонтана. А вот теперь, там, грубо говоря, внимание на карту. Мы находимся в 5-минутах ходьбы от 17-метра Елизаровская. И там, условно, в 15-минутах езды до, условно, площади Восстания в своем двухэтажном доме. Место уникальнейшее. Я попрошу Алексея подснять этот момент. Красные яблоки, друзья. Смотрите. Не ешь яблочко, козленочком станешь. Молодильное. Молодильное. Да ладно, пойдемте. Роман, это вот вам. Я его в стиральной машинке, когда пропущу, тогда буду есть. Так не буду. Чудно. Почему так вот, Роман? А почему так нельзя было? Нельзя было. Ну, вот с другой стороны, представьте себе, если весь Санкт-Петербург будет таким же двухэтажным, трехэтажным. Это же не очень удобно. Но хорошо. Вам будет комфортно. Но это примерно будет такая же история, как, например, как малоэтажная Америка. Ну, вот здесь. В сколько раз больше город будет? Во сколько раз будет больше город? Сколько нужно будет, например, магазинов? Условный там ритейл по продуктам, они будут считать количество населения на определенный квадратный метр. И вот как в Америке мы будем на автомобиле ездить в маркет. Не ритейлы, простите, думать. А душе надо. Пойдемте подводить итоги. Пойдемте. Ну что, друзья, новостройки на левом берегу Невы лично мне нравятся. Здесь нет городской суеты. Нет шума. Но недостатки, конечно же, есть. Растущая цена и неоднородная социальная среда. Смотрите наши обзоры других районов Петербурга. И не забудьте, что вы можете без труда обратиться к нам за покупкой нового жилья. А также, если вам необходимо продать свое. Пишите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...